Вы знаете, на самом деле я мама троих детишек, да, и я очень, ну, отфильтровываю, наверное, просмотр тех телепередач, которые попадают в поле зрения моих детей. В основном зарубежные фильмы я стараюсь отсекать, потому что зачастую происходит вот как какое-то смешение вот этой грани плохого и хорошего. Когда положительные герои зачастую могут ругаться нецензурными какими-то словами, говорить нехорошие слова, и у детей это воспринимается как зачистую монету, как правильно, потому что он же положительный герой, и он употребляет у себя в лексиконе вот это слово. Значит, здорово, я тоже хороший, я буду это делать, да. В том, у детей зачастую стирается вот эта вот какая-то грань, да, реальности, то, что люди летают, прыгают, осуществляют вот эти вот трюки, которые действительно в жизни просто вредят, вредят просто. Человек может разбиться, да, это нельзя делать. Как-то надо вот это немножко фильтровать, мне кажется, в кинематографе, да, разделять, ставить барьер возрастной и разделять, как вот это преподносить правильно. Ну, вообще, мне кажется, российский кинематограф, да, то есть это очень добрые фильмы, на которых мы выросли. Они, по крайней мере, дают какую-то надежду на светлое будущее, на добро в жизни, то, что нужно жить позитивом, как-то вот такие вот правильные, хорошие шутки, да. Нет вот этого зла, вот этого вот ужасного насилия. И вообще, я не знаю, как-то сейчас у нас вот в СМИ в основном формат, да, в дневное время, ну, сейчас уже начинают это ограничивать, но все равно бывает все-таки проскальзывают какие-то передачи, которые я бы не хотела, чтобы видели мои дети, и чтобы они брали примеры с героев этих передач, нашего современного шоу-бизнеса.